Другая половая 17-го года в нашем господарстве становится часом громадянских конфликтов. За род политичного люду Великого князства Литовского начинают яскраво вылучаться магнатские олигархи. Род сапегов. Не в забаве это приведет до соправдной громадянской войны. Громадянская война Великим князством Литовским в конце 17-го года, можно сказать, это была только часка громадянской войны. Там была серия этих войнов, войнов магнатских группировок, которые менялись, воевали один за одним. Например, паци воевали в союзе сапегами, потом суперцапегов, потом агинские воевали сапегами, потом суперцапегов. Радзевиллы воевали в союзе с чертарыскими, суперцпатоцких и броницких, потом воевали уже суперцапегов. И эти войны, змагання за владу, змагання за впливы, они не могли принести поспех. Сапеги засяродили у своих руках амаль всю ладу в господарстве. Казимир Ян был виленским воеводом и гетманом. Ягоны брат Бенедыкт под скарбием. А сынам гетмана належали место великого маршалка, стольника и конюшага. Сапеги нават могли открыто не подпородковываться загадам самого короля. Супрач их же не наважвалися выступить ни Радзевиллы, ни паций, никто инши. Казимир Ян Сапега прожил долгое життё, багатое на падеи и учинки. И он учился у университета Граца и Лювена. В 1681 году занял посаду полевого гетмана, а в 1683 году был призначен великим гетманом и заховывал за собой эту посаду тягом 20-ти годов. А лишь часом шляхты великого князства утворая саправдный антисапеговский блок. Значной перемогой оппозиции сапегам стало принятие в 1696 году на элекцийном сойме проекту так званой «Каэквации Станов» уравнанне правов, что был вскерованными навито супрать уся владе олигархов. Шерах ягонных пунктов серьезно обмежевывал уладу великого гетмана Казимира Яна Сапега. У приватности теперь податки на утриманне войска не отправлялися до державного аскарбу, а затримливались у поветах и выплачивались непосредственно депутатам от кожной войсковой хоровы. После смерти короля и великого князя Яна Сабецкого Украине запановало безладдя, а разом зим резко обвострилась боротьба помеж магнатами. Кожны дбал только про то, як умацаваць свое уласное становище. Не узабавясь, у прадстояння переросло усаправдную хромадянскую войну. Сапеги и их прихильники хотели бачить новым монархам французского принца Франсуа Людовика де Канты, а их противники, яких тепер почали все частей называть республиканцами, подтримливали саксонского кульфюрста Фридриха Аугуста. Справа стала за коронацией, але кожны лагер был готовы отстойвать свайго кандыдата со зброей в руках. У 1698 годзе конфликт разгоревся з новой эмоцей, не глядячи на згоду олигархау признать Фридриха Аугуста новым королем, адбывся шерах битвам. Под Юрбарком и Каляневежи войскі сапегав разбили отрады шляхты, і помстячі пачалі рабаваць ладанні сваіх палітычных апанентам. Толькі вмешальніства самаго новага короля і велікага князя, што прайшоў ў велікея князства Литовская, саксонскім войском спыніла сапегавців. Аднак кульминація гэтай братазабойчай вайны была яшча наперадзе. Эта війна была безнадзеўнае. Эта війна нічого доброго не могла принести. Эта війна могла закінчиться толькі паразай, іна закінчилася паразай. Краіна просто перастала існовач. Для боротьбы з олігархамі шляхта мобілізуе паспаліта рушыння, якое очолювая харужы Григорай Антоній Агінські. Гэтман жа Казімір Ян сапега даўласных сілаў дадає яшча і наймітаў. 18 листопада 1700 года падмястэчкам Алькенікі, што знаходзіцца ў пятидесяці кілометрах ад Вільні, адбыласа бітба памішцілами сапегі і рэспубліканцэми. Гэтманская войска было цалкам разбітае. Сам жа Казімір Ян сапега з долю ўтячы. Пасля таго, як сілы сапегаў былі разбітае падалькенікамі, аб'янанам войскам іхніх працівнікав, так званых рэспубліканцэв, Казімір Ян з долю ўтячы. І гэтаі сітуація діктывала ўяму хаврус са шведамі ў пауночній вайне, на які ўн ўрэвці і пайшоў. Та я крывавая параза сапегав не спыніла грамадзянскай вайны. Яна стала толькі ія особным эпізодам. Разбітае олігархі шукалі да памогі ў шведав, рэспубліканцы і новы кароль разважалі над хаврусам з российскім царом Пятром I. Заводвых баков утваріліся конфедыраціі, а значыць, братэрская кроў яшча пральецца на нашай землі. Так завершалася довгая і крывавая 17-я стагодзя. Стагодзя войнаў і інтрыг, што распачалося паходамі ілже Дмитрия і змаганням за Смалэнск, мела працягу казацкаселянскіх паўстаннях і ў жахлівай па колькасті ахвяр вайне рэчы паспалітай і масковщаны, а цяпер завершалася братэзабойчымы битвамі. Гэта свечэння апошній стадыі распаду сістэмы шляхецкай дэмакраты. Інна казалася фікцій. Ні можа быць безземельній шляхціц ровны магнату. Асабліма велікім князцю літовскім магнатыры бала вельмі багатай. Інна была паўным гаспадаром на сваіх землях. Магнаты мелі прыватныя войскі. Щу сістэму, як казал пані Каханку, король сабе королем ў Варшаві, а я сабе королем ў Несвіжі. А напереде толькі трывогі і невядомасть. Що принесе новы час саслабелай дзержаве велікому князту літовскому, що в своєй назві незавважно стратила першую великую літеру? Чі выйдзе цэлай з віхури войнов нашай радіма? На гэтыя пытанні мог адказаць толькі час.